Самый большой хейт, с которым я столкнулась, когда сказала, что я оставляю детей мужа и улетаю в Стамбул на неделю, чтобы отдохнуть с подругой, было от моего окружения со словами Что вы там будете делать вдвоем? Две девушки в чужой стране. Ты же мать трех детей. Как ты можешь отдыхать без своего мужа? Зачем тебе ехать? Ты же и так сидишь дома. Ты же домохозяйка. Ты не могла устать априори от пяти лет декрета. Слава Богу, что у меня адекватный муж, который сказал, езжай, отдохни, я тебя поддерживаю по селу с нашими детьми. И в итоге, кто вызвался мне помогать, это была только моя мама, мой папа, мой муж, ну и как бы все. Адекватный, говорит муж. Ребята, хочу вам порекомендовать канал Артура Вегнера. Это наш комрад в нашей тематике. Он пишет музыку на эту тематику. Ребята, пожалуйста, пройдите по ссылочке в закрепленном комментарии. Передайте привет от Саныча в комментариях. Поставьте лайк. Поделитесь этим роликом. Ребята, я думаю, вы не будете спорить, что комрадская поддержка в нашем деле это важное. Если мы делаем общее дело, то это должно и быть общим делом, ребята. Человек пытается, старается, у него получается делать музыку. Ребята, пожалуйста, проходите по ссылочке и, так скажем, голосуйте за нашего кандидата. Ну, этой суткой, конечно. По поводу чаечки, ребята. Ну, так муж адекватный, конечно. Ребята, эти, они все адекватные в чаечке на глазах, потому что он соглашается со всем. Поехала в Стамбул отдыхать к туркам, как бы, ну нормально, что я посижу с детьми. Еще и денег даст, ребята. Еще и помоют ее потом полотенечком влажным протрет, когда она приедет после Турции. Ну, что, это ж моя любимая, ну что, я не потерплю, что ли, да? Ну, ты что? О, ребята, ну такое себе, конечно, блин. Все больше и больше женщин в современном обществе отказываются отслуживать мужчин, потому что весь функционал для счастливого существования они могут обеспечить себе сами. Заработать деньги, самореализоваться, окружить себя любовью, людьми и так далее. Что же говорят на это мужчины? Следующий клип это дуэт на Тати Макенберт, я ее тагну здесь. Если я взрослый мужик, у которого весь быт закрыт, мне не нужно стирать, у меня есть стиралка. Мне не нужно мыть посуду, у меня есть посудомойка, в случае чего могу руками сам помыть. Мне не нужно готовить, у меня есть куча любимых ресторанов, и вообще попробую сначала приготовить вкуснее, чем это делаю я. Меня не нужно развлекать, у меня очень много разных интересов, нет проблем с финансами и досуг, я могу организовать себе сам. И так далее, и так далее. Вот в таком случае, нахуя ты мне... Дополню немножко, по поводу чайчик, куча чайчик, которые готовы взаимодействовать бесплатно, на крайняк индивидуалка, на самый крайняк резиновая секс-шопа. Прекрасно, все нормально. Ощущение, будто бы вас там кто-то заставляет находиться в отношениях с кем-то. Я очень рада, что мужчины наконец-таки поняли, что базовый функционал они должны выполнять самостоятельно. That's fucking base. Точно так же, как большинство современных женщин не нуждаются в твоей опеке и в твоей опоре, точно так же мужчины наконец-таки научились ухаживать за собой. Конгратуляции. Что, серьезно? Вот большинство женщин не хотят, да, там, типа ухаживания, дарения подарков, взятия ответственности, решения проблемы. А что ж они об этом трубят на каждом шагу? Что ты же мужчина, добивайся, решай проблемы, ты же настоящий мужчина, да? 90% чайчик об этом заявляют. И ты же, большинство не хотят этого всего, а... Да-да-да. И я считаю, это отличная новость, посмотреть вокруг себя и наконец-таки увидеть, что женщина это человек. Перестать в ней видеть функционал и наконец-таки смотреть на нее, как на равноправного партнера. Я не знаю, может вас в школе не учили, пирамиды? Партнер, а не заняться нам сегодня с тобой чем-нибудь интимненьким, а? Партнер. Миди-масло, давайте на нее посмотрим. Есть физиологические потребности пожрать, поспать. Есть потребность в шелтере, организовать себе безопасность. Есть потребность в социализации, нам важно быть частью какой-либо культуры. Есть потребность в признании и уважении, нам важно получать любовь от общества, в котором мы существуем. И есть потребность в самовыражении, нам важно понимать, кто мы в этой жизни. Когда мужчины говорят, ой, я могу сам себе приготовить, пожрать. Молодцы, это первые две базовые потребности, что ваша вся жизнь крутится вокруг стиралки и еды. Есть такое понимание, как компаньонство. Здоровые, нормальные отношения между мужчиной и женщиной, они как раз таки про вот эти оставшиеся три возможности, где вы выбираете себе партнера для того, чтобы разделять с ним жизнь. Он также там говорит, что мужчина может... Компаньонство. То есть, а вот как это в ЗАГСе вот эта подпись называется, компаньонство. Потому что чаще какие-то нервы получат, типа давай в ЗАГС, пошли гарантии мне, давай. А потом компаньон вздрыснет при первых, так скажем, признаках пробития на инстинкт другим так называемым санцом. Заберут тебе полуимущество, детей и много-много денежи, которые ты на него потратил. А потом и все, и компаньону-то ничего не предъявишь, потому что законы такие. Хорошая компания, вы знаете ли, да? Взять себе суррогатную мать, короче, может купить за деньги себе семью, если придется. И что? Делаете? Я могу, я могу, и где ваши могу? В итоге один хер ради пусси вы сделаете все, что надо. Бич, please. Дорогие мужчины. А, проговорилось все-таки, типа ради пусси сделайте все, что надо. То есть, как бы манипулируйте все-таки пуссичкой, да? А, все понятно, компаньонши, все понятно. Если вы считаете, что потребность в любви, в валидации, в установлении собственного статуса, это самостоятельный путь, то пусть он у вас таким и будет. Ребята, всем здорова, Саныч, на связи... Е-мое, даже не побоюсь этого слова. Базару нет, чайечка, компаньонша. Давайте будем компаньонами. Компаньонами быть нужно на взаимовыгодных условиях. Правильно? Правильно, да. Тогда, когда мы встречаемся с чайечкой, да? То есть, мы там договоримся, что мы с ней компаньоны, потребность в валидации, так называемая, да? Все нормально, все прекрасно. То есть, получается, мы с ней договоримся, мы с ней не женимся, штампов не ставим. Вот, никаких гарантий, типа, там, я ей государство не собираюсь давать, в плане, там, росписи в ЗАГСе и так далее, да? Чтобы она, там, не могла меня отжать. Там, ни имущество, там, ни хрена, ничего моего. Прекрасно. Мне интересно, а сколько компаньонш на эту компанию согласится? А если я прямо ей в лоб скажу, что, слушай, все, нет, ты что, я за тебя платить не буду. Это я далеко еще забежал, там, по поводу ЗАГСа, там, женить бы, да? Вот, в плане, допустим, этот, 50 на 50, все, платить не буду за тебя, ухаживать не буду, цветы, подарки забудь. Там, этот, обеспечение решения проблем, взятие ответственности, там, не дай бог, у тебя чай, эти прицепчики есть от прошлых браков, так это вообще все, ты что, я туда даже не прикоснусь никогда. Как вы думаете, сколько компаньонш на эту компанию согласится, ребята, а? Как вы думаете? Ребята, вы знаете, есть такая хорошая поговорка, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот тут вот она на бумаге стелит, ну, бумага такая, воображаемая, да, видеобумага, так скажем, да, все гладко, да ты что, компаньон, да, все, сейчас по ладокам хлопнули, у, скрипили, все нормально, великолепно, да, все, ты что, пошли по жизни компаньонами, да, а потом, когда приходит пора расставаться, как бы, ну, ты ж, как бы, этот, ну, ты ж мужчина, как бы, я вроде бы, как девочка, да, ну, как бы, ну, пол имущества родной, извини, вот мы с тобой разводимся, да, вот ты не про детей тоже забудь, да, вот алименты маленькие, так что давай еще сверху, а то не дам тебе с ними видеться их, и так далее, и тому подобное, да, и вообще ты такой-сякой, там, я сейчас не буду перечислять, да, там, вот абьюзер и так далее, и так далее, и лучшие годы ты мои забрал, и газлайтер, да, и так далее, и тому подобное, и тут хопа, как-то, знаете, компания хопа и лопнула, а все так хорошо начиналось-то, компаньон, что ты, е-мое, три раза расцеловал фехи, вот, ну, просто великолепно все было, да, уважаемые компаньонши, что хочу вам посоветовать, вы пока, точнее, когда рассказывать вот это вот все, то сразу давайте вот у нотариуса гарантии составляем, там, вот, брачный договор, там, и так далее, и тому подобное, да, вот, насчет детей, это вот все было прописано, и без ЗАГСа, и вот, когда вы на это все согласитесь, вот тогда мы с вами об этом компаньонстве и поговорим, удачи вам, прекрасного здоровья и лучезарного, просто просветленного солнышком дня.